Ну что, господа, добрый день! Я хочу вам показать пример, вот как мы из одной бутылки можем в два разных стакана налить два разных напитка. Вот бутылка, только что купленная в магазинах. Это безалкогольное пиво. Открываем бутылочку и наливаем в стакан. Просто из бутылки. Обратите внимание, сколько будет пены. Вот смотрите, мы налили по этот оботок, ну и пены почти нет. Как вы видите. Берем второй стакан, делаем отметку фломастером, чтобы потом не ошибиться. Теперь это будет магнитный напиток. Эта же бутылка, но я проливаю через нашу магнитную воронку. Тоже такой же уровень попробуем налить. Ну вот, как вы видите, все вылилось из стакана. Хотя, по объему здесь такое же количество пива. Что же произошло? Любой физик вам скажет. Прошел процесс мгновенной дегазации. Теперь это пиво моё изменило вкус, цвет и запах. Самое интересное, что если мы возьмем любой спиртной напиток из одной бутылки, например, с собаком, самый вонючий, с сивушными маслами, на следующий день голова болит, если его выпить достаточно. Если вы пройдете через эту воронку, никаких сивушных запахов изменяется, совершенный вкус, запах, но самое главное, никакого синдрома похмелья, на следующий день никакой головной боли. Ну вот вам пример, как работают магнитные приборы. Точно так же мы изменим любое текучее вещество, любую жидкость. Для нас не важно, что это будет. Белое молоко, красная кровь, черная нефть, водка или простая вода. Магнитный напиток изменит 21 физическое и химическое свойство. А это значит, мы изменяем дальнейшие процессы химических реакций. Если это производство, мы полностью изменяем производственные процессы, ускоряем их как минимум в 10 раз. Вот вам и экономические эффекты. Спасибо.